Обстрелов на Донбассе сегодня меньше. Одиночные провокации зафиксированы в районах Авдеевской промзоны и Марьинки. На Луганском направлении полная тишина, заявляют в штабе АТО. Потерь среди украинских бойцов нет. О школьном перемирии на передовой подробнее Геннадий Вивденко. В нескольких километрах от передовой 72-я механизированная бригада получает новый личный флаг. Его вручили командиру подразделения еще на День независимости. На счету бойцов 72-й бригады за три года на Востоке множество ожесточенных боев. Крайние 12 месяцев они на самом ответственном направлении. Авдеевка, промзона, шахта Бутовка, Каменка, укрепрайон Зенит. Бойцы получают награды. Комбриг ударит казацкую саблю. Мы получили подчеркновение черных запорожцев. Почему черных запорожцев? Потому что я считаю, что это подразделицы Украинской Народной Республики близки нам по духу, делами, которые они совершили 100 лет назад в своей борьбе за нежелезность нашей страны. Их не гасло «Украина» или «Смерть». Черными казаками теперь они называются официально. Бригада особенно отличилась в боях за Авдеевку и освободила стратегические позиции в районе Донецка и Осиноватой. Сейчас заставила пророссийских оккупантов почти прекратить атаки. Хотя иногда школьное перемирие все еще нарушается. Хочу зауздать, что мы давно уже находимся в стадии припинения огня. Но нас мушают ответить. Мы все время для того, чтобы эти обстрелы были сведены до минимума. С первого дня, когда было оголошено перемирие, оно порушивается пророссийскими боевиками, марионетками Кремля. Что важно отметить, что должна быть не просто фиксация порушений, а должна быть очень четкая ответственность тех сторон, вернее, стороны, которая порушивает. И именно поэтому Украина полягает на целодневном мониторинге миссии СММ ОБСЕ по всей линии заткновения. За сутки здесь зафиксировали несколько обстрелов из минометов и гранатометов. К счастью, потерь среди украинских бойцов нет. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности из Донецкой области.